Всем привет и добро пожаловать на канал Экспирианс с геймсом. Я скип, мы продолжаем играть в Oxygen Not Included и тут кое-какая у нас проблемка нарисовалась. Избыточное давление, соответственно надо отсюда газ выводить, мы его выводим сюда же по факту. Блин, мне это немножечко неприятно, поэтому давайте что сделаем. Мы наверное эти трубы как-то объединим и выведем отсюда или мы просто будем выкачивать что-нибудь отсюда. Тоже в принципе вариант и надо где-то еще перерабатывать это дело. Ну что поделать, тут какая плотность? Не такая высокая, а здесь трындецкая высокая, да? Соответственно, что мы будем сейчас делать? Ну либо попытаться отсюда это все выводить. Я думаю это наверное будет самый-самый нормальный способ. Вот здесь мы разберем, сделаем дополнительно газовую трубу и фиганем ее вот через здесь, вот куда-нибудь сюда. Почему-то только как-то криво получается, но допустим сюда. Пускай сюда у нас пока что углекислый газ поступает. Или даже не сюда. Мы его еще чуть выше вытянем. Вот сюда вот газовую трубу. Ну и все равно он будет вниз, да, идти. И газоотвод бахаем. Я думаю так будет достаточно неплохо. Вроде наши дубликантики справляются с задачей и в целом должно у нас наладиться производство электричества. Пока что с этим особо большой проблемы-то нет, но возможно будет в будущем. Так, давай достраивай. Здесь надо будет скрубер построить, куда-то грязную воду выводить. Ну да посмотрим. Что у нас теперь? Это заработала тема, да? Так же мы делаем здесь. Газоотвод разбираем. Я думаю газопроводности одной этой трубы должно хватить по идее, чтобы у нас как бы с двух генераторов на природном газе углекислый газ вот сюда уходил. Потому что здесь как бы еще много места. Ну и потом мы его там будем перерабатывать, освобождая и грязную воду куда-нибудь транспортировать. Опять же. Ну здесь просто прям турбо плотно. Ну да, больше двух тысяч. Офигеть. У нас даже батареи уже не заряжались. И это просто какая-то жесть. Давай мы трубы вот так вот аккуратненько сюда. А, тут уже, слушай, сразу работает. А тут строить ничего не пришлось. Тут типа сразу соединилось, потому что на этом месте была... Вот эта фигня, как она называется-то? Газоотвод был. Окей. Окей. Но я в целом не против. Теперь у нас все заработало. И электричество теперь подается сюда. Здесь тоже все заработало. Да, электричество поступает. Ну, с кислородом у нас-то проблем вообще пока что нет. Тут тоже как бы плотность достаточно высокая, достаточно хорошая. И пока что у нас склады на ближайшее будущее тоже имеются. И тем временем у нас достраивается комната для еще одного дубликантика, которого мы рано или поздно найдем. Здесь давай на семерочку приоритет. Надо убрать весь этот мусор. Ну и ждем дубликанта какого-нибудь, да, получше восьмого. Тернера, что тебе не нравится? Здесь у нас еда же периодически производится, почему бы и нет. И морозная пшеница у нас рано или поздно, кстати, должна же созреть. Но это довольно долгий процесс. Да, еще только 14%. 18, 23, короче, долго еще ждать. Многие, кстати, в комментариях пишут, что я до сих пор вот эту тему не подключил. У нас вот эти вот руины есть, которые мы можем подключить. У нас есть другие руины. Кстати, я хочу еще вот сюда доступ получить. Тут морп, но тут вот эта еще установочка. Как бы прикольно. И компьютеры какие-то, офисные столы. Кстати, разработчики обещали в ближайших обновлениях уже начать, как бы, приоткрывать историю мира здешнего, да. Почему у нас еще дубликанты в астероиде и так далее. Я думаю, на релизе будет именно сюжетный режим, где, возможно, можно будет как-то и выбраться с астероида в конечном-то итоге. И будет, допустим, креативный. И, возможно, будет несколько вариантов астероидов. Ну, или хотя бы на старте один, а там больше вариантов со временем. Но посмотрим, посмотрим. Это, в самом деле, интересно. А здесь нам что нужно? Нам вот это надо разобрать, по факту. Потому что он не особо сейчас нужен. И построить вот здесь вот провод. Просто соединить нафиг. И потом мы здесь включим это дело. Все. Эту часть труб надо будет, наверное, вообще разобрать. Есть такое подозрение. Потому что тут хлор рано или поздно закончится. Мне этого совсем-совсем не нужно. Нам хлор нужен для того, чтобы перерабатывать, как бы, микробов, да, зеленых. Чтобы они тут не плодились. Ну, не перерабатывать, уничтожать, по факту. Ну, на базе, в целом, все неплохо. Не будем особо заморачиваться по поводу микробов. И будем, кстати, дальше с пищей работать. Тут все нормально, вроде бы. Мы можем еще произвести, допустим, стильный костюмчик. Давай два стильных костюмчика еще произведем на всякий. Что ж, дубликанчики подцепили это делать. И осталось рубануть у нас вот этот вот рубильник. Давай включим, посмотрим, что там произойдет. Возможно, у нас заработает торговый автомат, кстати. Светильничек. Давненько уже писали в комментариях, да? Но, тем не менее, было немножечко не до этого. У нас других проблем хватало насущных, которые мы и решали, в общем-то. Что, рубильник-то дернул, нет? Дернул и что? Светильник. Но со светильником мы тут ни черта сделать не можем. И здесь ни черта сделать не можем. По факту, что-то мы ни черта не можем. Только что я включил. Но мы запитали, да? Мы же запитали, да? Запитано. Как бы все. Но тут ни черта не происходит. Интересно. А я могу за стол сесть как-нибудь? Тоже не могу. Отправить образозец. Но у нас нет чистой ДНК, к сожалению. Ладно, тогда мы здесь будем ставить, наверное, еще насос, чтобы у нас хлор была возможность откачивать. У нас уже достаточно большое количество еды. И холодильник второй явно бы не помешал, по факту. Поэтому давай здесь вот построим. Обязательно нужен нам, чтобы еду было как-то где-то комфортно хранить. Кстати, я тут же пожарить что-то могу. Кстати, да. Я довольно много могу батончиков пережарить. Это надо произвести. Пускай... Или даже давай вот так сделаем, что я туплю. Просто по максимуму, да? Давай, непрерывно. Офигашите батончики. Пускай пережаривают, чтобы у нас нормальная все-таки еда была. Тут у нас норник уже довольно-таки много угля произвел. Порядка 7 тысяч где-то. Что довольно здорово. Здесь нам нужно запитать, в общем-то, газовый насос в очередной раз. Чтобы он откачивал конкретно хлор. Для этих целей у нас здесь стоит газовый фильтр. Тут отводится все прочее, что он засосет. Единственное, надо, чтобы они начали это как-то строить. Торговый автомат у нас так не заработал никаким образом. Но его и подключить-то нельзя. Лампочка разбитая, она поэтому и не работает, безусловно. Зачем писали подключить? Не особо-то и понятно. Ладно, а что мы еще можем подключить, где что-то будет работать? Ну, здесь вот столики эти. Единственное, если это подключать. Ну, туда еще надо попробовать добраться, да? Здесь у нас уже батареи заработали. Как бы, ну, как бы заработали, да? Они у нас энергию просто накапливают. Собственно, этим они должны заниматься. Ну, а здесь надо приоритет повысить, иначе они не займутся этой фигней никогда. Пинч перечная. Не, пинчу пока мы не заморачиваемся в приоритетах. Давай на пятеру. Пинчу мы будем выращивать, но после. Надо, кстати, посмотреть в рецептах, что у нас с пинчей может использоваться. Для булочки ледяные это, конечно, круто. Качество низкое. Мы можем перечный хлебушек потом, зерно морозной пшеницы использовать, и перечный орех. Кстати, они у нас даже есть. Мы сколько-нибудь булочек можем даже себе заказать. Нифига себе, у них качество хорошее. Плюс один. Просто что-то невероятное. Давайте-ка сделаем элитарнейших булочек. Я же насобирал этой пинча-то. Я и совсем забыл. Ну и сразу глянем, что нам там биопринтер подкидывает. Итак. Хм. Силач. Каталина. Иммунитет имеется. Присутствует. Кулинария. Атлетика. Сила. Хм. Бездонная глотка. Ха-ха. А, жесть. Эм. Темп сжигания калорий. Она жрет много, тошнючка. В целом-то не самое лучшее, что могло бы быть. Но нам нужны еще руки, поэтому напечатаем. В целом, хотя бы что-то как-то, да? Она сразу может побежать спать. Мы сразу же должны, наверное, даже ей Каталине эту работу какую-то назначить. Массаж-то надо. Готовить это прям вот не твое. Но у нас тут есть повара. Нормально. Декорирование тоже не твое. Изготовление компоста пофиг. Наука это вообще уже не важно. Вентилятором мы особо и не пользуемся. Производством электричества не занимаемся. Дезинфекция чинить. Но остальное пускай все будет. В общем-то, главное, чтобы нам сейчас здесь вот это все быстренько уже достроили. У нас теперь уже 8 дубликантиков. В плане кислорода, я думаю, у нас все будет норм. Здесь воды еще достаточно надолго хватит. Электролизер не в таких больших уж объемах и перерабатывает ее. И, кстати, надо сразу приодеть. Сразу приодеть стильный костюм. Кто у нас? Вот Каталина. Сразу мы тебя приодеваем. Кстати, вот это вот убрать, пожалуйста. Что у нас тут до сих пор? Мусор валяется. Вообще непонятно. Так, подожди, нет. Мне как-то надо выбрать стильный костюм. Подожди. Как это сделать? Это хороший вопрос. Тут что-то много чего вообще валяется. Ари давай. Так, нет, жди. Каталина так не одела. Как-то багон это все работает. Тернир прибежал. Ладно, пускай носится. Делают что-нибудь. И здесь по полу дела тоже достраивают. Здесь, думаю, все-таки стоит, наверное, сразу позаботиться, как бы, да, на будущее. И поставить скиммер углерода. Он отфильтровывает углекислый газ и удаляет его из воздуха. Что немаловажно. Но тут есть пару проблем. Во-первых, нам надо сделать ввод воды. Но это не такая проблема. Проблема будет именно что с выводом. То есть вот это ок. Ну, просто так вот банальные напрямки. Электроэнергия. Тоже вроде ничего сложного. Сюда напрямки. Или что, откуда нам лучше зацепиться. Хотя оба трансформатора уже довольно-таки напряжены. Допустим. С этим мы справимся. Куда нам грязную воду фигашить? Это хороший вопрос. Куда фигашить грязную воду? Можно куда-то сюда вывезти. Отсюда мы потом куда-то сюда завезти вернее, да? Я думаю, даже это не лишено смысла. Смотрим, куда у нас вообще тут как и что проводится. Ага. То есть можно, короче, как сделать? Взять, получается, водопроводные трубы. Сюда. Дальше у нас перемычка имеется специальная. Перемычка сюда. И потом просто водопроводная сюда. Рядушком вот здесь. Рядушком вот здесь. Единственный минус как-то здесь это все организовать. Как нам тут прокинуть-то это дело? Блин. Ну, я вижу единственный вариант сюда, допустим. И бахнуть водосток. Ну, типа там не особо много будет выделяться. А здесь просто очень быстро накапливается. Уже видите, какие объемы углекислого газа. И нам его надо бы непременно перерабатывать. Ну, а тем временем тут заработал у нас газовый насос, который качает именно что хлор. И хлор пошел по трубам. И, в принципе, вроде бы наш план работает. Хотя здесь сейчас конкретно один хлор идет. Отлично. Тут больше, по идее, ничего особо не может быть. Потом он так или иначе начнет захватывать кислород. И здесь у нас на фильтре кислород будет уже отсеиваться, да? Тут будет прекрасно хлор дальше идти. И пока что у нас все как бы сделано так, что микробы у нас абсолютно не распространяются по базе. Кислород у нас присутствует. Тоже хорошо. Тут идет обжарочка. Да, я сделал элитные булочки и потом поставил уже обжарку. Ну, ладно. И здесь у нас должна вестись стройка эпичная. Давайте скиммер этот построим. Один. Одного, наверное, хватит. Посмотрим потом, если что. Возможно, второй бахнем. И, кстати, надо бы паровой гейзер этот все-таки как-то более продуманно сделать. У нас пока что оно как-то как было, так и есть. Ну, хотя у нас расход воды не такой колоссальный. Но вокруг него надо как-то расчистить, по идее, территорию. Поэтому мы здесь начнем раскопками заниматься. Как только в этом возникнет какая-то необходимость. Здесь у меня даже грибы начали расти внезапно. Тут углекислый газ появился. Можно, кстати, наверное, сюда просто закачать. Не париться, да? У нас же, в принципе, есть такая возможность. Надо сейчас на эту тему подумать. И да, насчет подумать. Я решил, что плохо будет, если скиммер будет нон-стопом работать. Поэтому поставил сюда атмосферный датчик. Как только тут наберется определенное давление, он будет включаться и, соответственно, перерабатывать углекислый газ. Думаю, это будет вам более логично и правильно. Здесь мы в перспективе сделаем потом насос, который будет откачивать эту грязную воду и перерабатывать ее через наши вот эти вот стезаторы удобрений. А у нас, кстати, удобрения рано или поздно отъедут. Где мы тут вообще можем посмотреть? Фильтрующая среда, минерал, потребляемая. Тут у нас еще уголь, хлорная, слизь, всякое прочее. Промышленное тростниковое волокно, оно у нас имеется. Так, кулинарное-то явно не то. Агрокультура, удобрения. У нас еще полно, в принципе, фосфорит имеется. Фосфорит, по-моему, где-то выступает в какой-то роли удобрения. Ну, в смысле, в роли удобрения у какой-то из культур выступает. Я это не точно где-то читал. Ладно, разберемся, если надо будет. Если возникнет такая необходимость. А здесь главное сейчас уже достроить. Что у нас по приоритетам? Приоритеты вроде бы неплохие. Так, недостаточно террариума водорослей. Это пофиг. Какой недостаточно производства кислорода? Алло. У нас кислорода более чем достаточно. И вроде бы, как бы, проблем с ним вообще абсолютно нет. Но игра в каких-то моментах все-таки протупливается этими подсказками. Заработал скивер у нас вот этот вот углерода. На датчике выставил, если давление выше тысячи, соответственно. То он начинает у нас во всю катуху работать. Этот процесс идет. Грязная вода фигашит сюда. Надеюсь, сильно быстро это все не будет переполняться. Но, тем не менее. Тут, кстати, есть бактерия. Нет, здесь чистая грязная вода. Как бы это парадоксально не звучало. И у нас проблемка небольшая с водорослями. Вот тут вот как бы, да. Надо где-то найти водорослей. Так, чтобы это было не особо критично для нас. Можно, конечно, слизь поперерабатывать. Но это тоже такой вариант, в принципе. Так, что тут у нас? Ага. Откачали. Давай рубанем. Тут у нас немножечко не автоматизированный процесс. Но он нам тут особо автоматизированный не нужен. Кстати, еще один ледяной биом у нас с этой стороны. Это тоже неплохо. Так, пуфчик летает. Вот здесь есть водоросли. Так-с. Где-то я здесь, по-моему, находил. Но можем, конечно, слизь переработать. Чего бы и нет. Чтобы уж совсем не заморачиваться. А что у нас? Слизь имеется в каком-то объеме. Ее можно переработать в водоросли. А где-то быстро водоросли мы добыть не можем. Не похоже на то, что не можем. Прямо вот быстро добыть так точно не можем. Ну, ладно. Тогда еще немножечко слизи вот здесь добудьте нам. Вот здесь добудьте. Здесь. С каким-нибудь приоритетом. Типа на семья, я не знаю, да? И вот эта вот вся тема у нас работает. От какого-то из угольных насосов. О, насосов, да. Генераторов. Запустите один. Чтоб у нас тут все заработало. И два вот этих включим. Чего вы там по энергии жрете? 120. Хватит. Нормально. Давай, угольный генератор запускай. Пускай у нас эта тема работает именно так. Нам надо немножечко водорослей, наверное, сделать. А, да. Я думаю, чего у нас генератор не заряжают? У нас уголь-то недоступен по факту. Потому что дверь закрыта. Открываем. И у нас сколько угля становится? Ну, потребляемая руда, уголь. 8 тысяч. Нормально. Давай немножечко возьмем, я думаю. Тащи. Сейчас у нас вся эта система должна заработать. Просто замечательно. Все, тут сразу и откачка воды пошла. Производство удобрений наладилось. И биодистилляторы заработали. Ну, а сюда, чтобы у нас вот эти грибочки все-таки нормально работали, нам надо бы углекислый газ закачивать. И я думаю, мы его откуда-нибудь да повыкачиваем. Надо только придумать эту систему. В принципе, я хотел бы, наверное, сделать отдельно эту тему. Возможно, подумаю в этом направлении. Но пока что хотя бы здесь у нас что-то заработает. О, пошла. Чисточка от микробов. Это хорошо, кстати. Надо проверить. Тут, в принципе, они уже довольно много на это нанесли. Тут надо почистить. Здесь уже сами чистят. Ну да, у нас какое-то там значение выставлено, от которого они чистят. Тут написано, сколько? 10 тысяч. Блин, сами позапачкались. Ладно, немножечко лестницы продезинфицируйте. Кстати, у дезинфекции приоритет нельзя выставить. Вот это странно. Хотелось бы. Ну вот здесь вот готовите, блин. Все в микробах. Как вы так можете-то? Так, пошла чисточка. Неплохо. Они хотя бы по чуть-чуть дочистят. Это дело уже хорошо, блин. А зачем вы мне вот эти террариумы заряжаете? А тут, блин, приоритет жесткий стоит. Вот эти мне особо вообще не нужны. Их можно вообще выключить, что я делаю-то. Давай мы их просто выключим. Приоритет 9. Просто выключите их, пожалуйста. Мне они особо не нужны. Здесь я уже много каких выключил. Постройка выключена. Выключить. Много каких надо выключить, действительно. У нас где-то перегрузы по энергии идут, я слышу. А, это здесь и идут перегрузы, слушай. В честь чего? Вот синтезатор удобрения надо выключить. У нас удобрений пока что дофига. Чтоб перегруза не было, да? Так получше? Чего у нас тут в этой сети такого жесткого? Тебя может отрубить от той сети. Здесь вот разобрать. Потому что получается, мы еще и на ту сеть зачем-то работаем сейчас. Давай снос. Провода. Вот этот провод расколупай. Нам не надо сейчас на ту сеть работать абсолютно. Мы будем только на эту сеть работать. Тут, по идее, должно все заработать. Как бы оно парадоксально не звучало. Здесь нормально все. Чувачки наши справляются. Здесь у нас не особо быстро заполняется. Этот как бы резервуар, это хорошо. И морозная пшеничка уже на 42% местами, временами. 48. То есть, в ближайшем отдаленном будущем нам стоит все-таки ждать урожая. Это не может не радовать. Кстати, давайте еще глянем вот на эту комнату. Тут что-нибудь произошло. Но насос мы вырубили, это понятно. Здесь тоже особо ничего пока что не происходит. И я думаю, пришло время получить доступ вот к этим руинкам. Здесь мы свободно сможем пройти. Единственное, нам сюда придется, наверное, достаточно долго прокапываться. Здесь очень много углекислого газа скопилось. Они тут особо долго дышать-то не смогут. И водоросли у нас пока не так много, чтобы террариумы заработали. Ну и пока не заработают и все прочее. Короче, бежать им сюда далеко. Дышать особо негде, к сожалению. И здесь надо будет еще запитывать эти ту руины. Да, тут опять эти лампочки. Хотя нет. Вот, мне интересно, как вот эта тема будет работать. Нейтронный подстройщик. Мы тут что-то сможем произвести. Тут можно их назначить. Хм. Так, массивный синтетический мозг. Погруженный в физиологический раствор. К устройству прикреплен стул с местом для одной персоны. А что ты делаешь? Что-то он делает, да? Этот мозг. Нейтронный подстройщик. Что-то подстраивает, очевидно. Ммм, офисный стол. Здесь вот в шкафчиках можно шмотки поискать какие-нибудь. Но это не столь важно. И здесь есть кислород, кстати. Ммм. Термоизоляция и все прочее. Так, что вы все начали бегать? Задерживает дыхание. Да, Каталина. Стройка-то прям не твое, я смотрю. Тебе, наверное, надо убрать. Копать. Кто у нас тут? Копщики-то жесткие. Баблс получше будет. Да, копание на нуле у тебя как бы. Тебе только сюда и бегать, блин. Тут у нас исправно работает скиммер. На датчике что? О, за тысячу перевалил. Включился. Заработал. Просто отлично. Отсюда мы, кстати, все стаскали. Я совсем забыл. У нас теперь норник это ни черта не перерабатывает. Поэтому ему надо бы немножечко натаскать чего-нибудь. Вот я осадочной породы решил натаскать. У меня ее довольно-таки много. Ставим на единичку теперь приоритет. Пневмодверь нам надо закрыть, чтобы они сюда не лазили. Давайте дождемся, пока не закроют пневмодверь. Хорэ, осадочной породы стаскайте. Алло. Я уже отключил же вам эту возможность. Давай, давай. Закройте пневмодверь. Кто-нибудь дубликанты только вместе с собой не закрывайте. Тут же на единичку. Давай выбросим. Все, закрыли. И теперь ему есть что хавать и перерабатывать. Ну, у нас уголь в свободном доступе имеется. Потому что они его весь оттуда стащили. Ну и у нас два биодистиллятора. Ни черта не справляются. Не успевают производить достаточное количество водорослей. Но, тем не менее, хотя бы что-то. А, нифига себе они у нас. Дубликанты прям... Так, еда разложилась. Окей, прям на деликатесах сидят. Кстати, а что у нас доступ перекрылся? Только что было довольно много грибов доступно. А куда пропал? Доступ мы же, по идее, вроде бы имеем таковой. Хотя он что-то начал готовить. Ладно, посмотрим. Здесь он, блин, гнилое. Что-то валяется. Это не очень. Ну ладно, у нас стресса абсолютно нет. С кислородом проблем. Тоже вроде не предвидится. Вот вообще не предвидится. Поэтому пофиг. Ну и тут продолжаются жесточайшие раскопки. Рэн как мог задерживал дыхание. Вот, смотри, он даже тут подышать может. Ну, чем не понятно, но может. Отлично. Так, Ари, давай ты, Рой тоже. Ну, Рой, а не лестницы строят тут. Потихонечку продвигаются. Рано или поздно мы получим сюда доступ. Забыл тут один угольный генератор выключить. Я его сейчас убрал. Приоритет, потому что здесь у нас получается производится 600 ватт. Для тебя вот 120 ватт надо. И для вас по 120, да? Более чем хватает. Здесь еще даже можно включить вот эти вот синтезаторы. Пускай работают. И для них тоже хватит. То есть раз, два, три, четыре, пять. В аккурат 600 ватт, кстати. Больше тут вроде бы ничего не зацеплено. Поэтому должно хватать. Или нет? Можно один синтезатор, кстати, рубануть на всякий случай. Ну, а в целом должно хватать. Темпы здешних раскопок, конечно, оставляют желать лучшего. Фиг ли эти два придурка сюда залезли? И не могут вылезти, по всей видимости. Зашибись. Так, давайте рыть. Приоритетом в девять, конечно же. Тогда по идее сможете вылезти. Как вообще сюда пролезли, мне интересно, и зачем? Что с вами не так? Хоре, хоре, хоре мельтешить. Пожалуйста, выкопайте. Там же приоритет, мать его, на девять. Не, они тут сдохнут, походу, да, на пару? Два дебила. Не дотерпел. Конечно, посадь здесь прям, ну, просто айс. Как вы вообще туда попали? Я вас спрашиваю. Сваливайте оттуда. Не дотерпел он, блин. Жесть. Вот стоит немножечко отвлечься, наносить что-нибудь. И дубликанты просто спешат куда-нибудь вляпаться, в какое-нибудь дерьмецо. Ну, ладно. Тут теперь у нас загрязненная вода, чего бы нет. Это ладно. Так, в ней микробов нет? Чем там пасал? Ну, тут вроде есть. Отлично, блин. Ладно. В любом случае, мы скоро получим сюда доступ. Это для нас хорошо. И посмотрим, что за нейронный подстройщик. Жесть. Призвал на помощь, в общем, силу Вики. И тут какое дело? Это классная тема, я так понял. Можно до четырех черт дополнительно впихнуть каждому из дубликантов. Либо только по одной. Ну, посмотрим, как это будет все на практике. Но возможные черты. Это солнечное настроение. То есть дубликант будет позитивно смотреть на жизнь. Минус 20% к стрессу за цикл. И будет у него более жизнеразвестная походка. Это прям очень круто. Камнелом. Он будет необычайно сильным. Плюс здесь силы бонусом. Регенерация, понятно. Плюс 20% к здоровью в цикл. То есть он будет сам себя хилить. Типа росомаха местный. И глубоководный водолаз. Но это уменьшенный расход кислорода. Какую-то одну из четырех черт. Возможно, все четыре черты можно через этот подстройщик и впихнуть. Но посмотрим. Главное еще сюда доступ получить. Чтобы эту фигню промутить. Поэтому ждем, пока они там все это пророют. Может им тут... Ну, приоритет на 8. Это высокий приоритет. Скоро должны сделать. Наконец-то доступ у нас получен. Можем обыскать шкафчики. И назначить кого-нибудь сюда. Вот на этот нейронный подстройщик. Кого нам надо подстроить? Я не знаю. Давай вон Баблз. Посмотрим, что с ней будет заодно. И вот этого говноря надо, кстати, убить. Нам особо не нужен так обой, да. Все понятно. Ну, тут вещи. Ожидаемо. Ожидаемо. Так, давай, Макс. Вали. Он вроде не агрессивный. Он особо не сопротивляется. Просто он может микробов разносить. Так, Баблз села. Тут как-то баговано села. Сейчас посмотрим, что с ней будет. Так, процесс завершен. Итак, фух. Баблз еще не отправилась от процесса. Мозг до сих пор немного вибрирует. Но этот дубликант еще никогда не чувствовал себя лучше. Баблз получил новую черту. Регенерирующий. Допустим. А можем мы ее еще раз сюда впихнуть? А-а-а. Мозг, смотри. Мозг скукожился. What the fuck? То есть, это одноразовая тема. Хм. А я-то думал, емба-ембовая. Но он реально на один из, как бы, раз нейронный подстройщик. Но, тем не менее, прикольно. То есть, можно черту дополнительную бахнуть. То есть, их может быть много довольно-таки на карте. Но, по идее, в идеале. Тут что у нас? Загрязненный кислород. Вот здесь смотри, сколько много водорослей. Я хочу сюда. Я хочу сюда. Я хочу к водорослям, к этим. Вулканическая порода. Грязная всякая вода. Но, тем не менее, мы можем сюда довольно-таки лайтово доступ получить. Кислород там имеется. Блоки здесь проложить вот так. Здесь начать вот так вот выкапывать. Тут немножечко воды. Но, ее тоже можно вот каким образом сделать. Тут такой вот каркас бахнуть. Чтоб оно сливалось. Каркасных блоков поставить. И здесь потом просто-таки начать массово вот это дело выкапывать. Это у нас вечно беда с водорослями. А так хотя бы отчасти это все решится. Ну и приоритет сюда нарисовать, безусловно, на семерочку. Ну, водоросли, напомню, нам нужны для того, чтобы углекислый газ местами времена им перерабатывать. Основную часть мы вот здесь перерабатываем за счет того, что скиммер стоит. Но это не всегда у нас так происходит. Ну и в целом, наша колония продолжает жить. Четвертый цикл. С ума сойти. Микробы нас по-прежнему пока не одолели. В скором времени будем расширяться. Но пока что основные наши моменты будем решать. Ну и еще нам надо выращивать пищу в более промышленных масштабах. Если мы хотим увеличивать колонию. Поэтому надо делать еще дополнительно теплицы. Но посмотрим, посмотрим. В любом случае на этом. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал. Ставить лайк, если вам понравилось. И всем всего хорошего. Пока-пока.